Жители дома 27А по проспекту строителей остались без газа. Около месяца назад произошла утечка и оказалось, что дальнейшее использование плит может быть опасно для жизни. Теперь людям предстоит оплатить ремонт оборудования, но не у всех на это есть деньги. В ситуации разбиралась Елена Губенкова. Проблемы этого дома начались около месяца назад. Тогда машина врезалась в газовую трубу и произошла утечка. Пришлось срочно перекрывать газ и вот тогда специалисты опомнились. Ведь никто из жителей не заключил договор на обслуживание. Плотнувшую трубу заменили, но газ в доме так и не включили. Около двух недель люди вообще жили без голубого топлива. Готовили как придется. Кто-то питался лапшой быстрого приготовления, кто-то полуфабрикатами. Жители третьего этажа спасались электрической плиткой. Но к ней по вечерам начиналось настоящее паломничество. Мы вот готовили по очереди на этой плитке. Выносили электрический чайник, чтобы чай греть. Потому что в основном у всех чайники на газу, а без газа пользовались электрическим чайником. Тут у вас очередь не выстраивалась к плитке? Да, в основном так. Особенно вечером, когда все после работы, все голодные. Специалисты газовой службы осмотрели коммуникации и заявили, плиты непригодны для эксплуатации, а потому газ включить не могут. Есть опасность взрыва. Годного? Недель две. А 10 дней вообще без газа сидели. Людям пояснили, нужно оплатить замену оборудования. Раиса Чевтаева и ее соседи деньги нашли только для переустановки одной плиты. На вторую не хватило. Полная замена, если учитывать и покупку новой плиты, обойдется тысяч в 15. Мы заключили договор на обслуживание. Отдали 229 рублей. Нам договор заключили и подключили. А я тебе сказал, мы деньги не отдали. 229 рублей, у нас нету больше денег. Сказали, она у вас не годится, и подключать, когда будем подключать, тысячу рублей, 1069 рублей с подключения. Тем временем в газовой компании поясняют, жителям нужно было спохватиться и начать заключать договоры раньше. Тогда все заменили бы постепенно, и это не так сказалось бы на кошельках. Договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования должен заключить собственник. В данном жилом доме квартиры все приватизированы, и они являются все жители-собственниками. На них возложена обязанность содержать в исправном техническом состоянии свое внутриквартирное газоиспользующее оборудование. Сейчас в доме подключено меньше половины плит. На некоторых этажах жители по-прежнему остаются без газа. Специалисты могут посоветовать только одно – все же найти деньги. А чтобы не оказаться в такой ситуации, договор на обслуживание нужно заключить каждому жителю Саратова. Елена Губенкова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.